Марк Салонин, подпишитесь на него, начинает свои передачи со слов «Добрый день, добрые люди». И я еще думаю, как-то не каждый человек может понять, что он обращается не к тебе, а вот именно к добрым. Потому что каждый считает себя добрым, правда? Я же говорю, добрый вечер украинцы и все жители демократических стран, которые поддерживают Украину. Я подчеркиваю, что я не обращаюсь к россиянам, а он говорит «Добрые люди». А потом подумала, действительно, ни один россиянин не может называть себя добрым. Мне украинцы говорят, что у меня на эфирах хоть какой-то порядок, потому что я разговариваю на «вы», я спрашиваю собеседника его имя, графина Варвара Степановна. Мы общаемся на «вы». А на российских стримах там вообще ужас, там такие хуи, хуи, хуи. Общаться с украинцем, то есть зайти украинцем и поговорить с социальным невозможно. Уже никакой эстетики, никакой морали, ничего, просто одно хамство. Вот. Получается, вы понимаете, что не к вам обращаются, да? Когда Марк Солонин говорит «Добрый вечер, добрые люди», вы понимаете, что обращаются не к вам. Потому что каждый раз, когда вы заходите, вы говорите, что вы поддержите спецоперацию, вы ебёте хохот, но это же добрые люди не скажут. Извините, такое добрые люди не скажут. Добрый человек не будет поддерживать спецоперацию. Ну, как бы, спецоперация вам просто капает денежка. У вас не бомбят, не прилёта нет. Но, как бы, и Белгород уже не поддерживает спецоперацию, как бы, знаете. Лан-Эр, ДНР тоже не поддерживают. И Крым не поддерживает, потому что там, где спецоперация, там хреново россияне. Поэтому добрые люди – это те, кто не поддерживает спецоперацию, те, кто не получает кровавых денег, те, кто не ходит с этими триколорами и не говорит «Путин прав». Редактор субтитров А.Семкин